Недопонимание в обществе или технологии цветных революций. На этот раз под прицелом столица Урала. В Екатеринбурге споры о том, что должно быть на центральной набережной. Храм или сквер достигли пиковой точки. Уже есть первые жертвы столкновений. Но чем это может закончиться в итоге, обсудим сейчас в прямом эфире программы «Вечер.Лайф». Сегодня у нас в студии Эдуард Журавлев, политтехнолог, руководитель пиар-агентства и Вадим Иловченко, атаман Крымского окружного казачьего общества. Также узнаем мнение Сергея Колясникова, известного блогера из Екатеринбурга. Итак, с одной стороны защитники зеленой зоны, по другую сторону забора оборону держат сторонники строительства храма. Конфликт достаточно старый, но вот разгорелся с новыми силами. Давайте вначале посмотрим, что происходило и продолжает происходить в Екатеринбурге, для тех, кто еще не видел, кто еще не в теме. И небольшая видеонарезочка, как разворачивались эти события. «Ты хозяин этого города! Они! Это наш город! Это наш город! Подключайтесь, люди! Ну, наши партии! Ну, не бойтесь, вы не бойтесь! Подключайтесь!» «Ура! Ура! Ура!» И уже третье место, которое вот сейчас, за которое идет бой, да, оно стало именно таким местом, очагом раздора. И вот непонятно, с чем это закончится, пока прогнозы достаточно такие нехорошие. А почему с первыми двумя местами не получилось? Что там не срослось? Первое место было историческое место, где раньше стоял этот собор, но он был разрушен в 30-м году. После этого это место было застроено. Оно было застроено, и там памятник архитектуры, памятник конструктивизма. То есть вся эта площадь, площадь труда, она представляет из себя памятник конструктивизму. И там есть, в 90-х годах там поставили часовню в честь этого собора, который раньше был. Строительство бы собора в том виде, в котором он был предложен, он бы просто эту площадь бы уничтожил. Ну, собственно говоря, даже инициаторы, они согласились, что это не самая лучшая идея. И после этого искали другие места. Было предложено еще одно место, то есть посреди городского пруда предложили насыпать остров и на острове поставить храм. Но городской пруд достаточно маленький, Екатеринбург, сухопутный город, небольшая речушка. То есть это тоже была такая идея. Но вот, к сожалению, вот с моей точки зрения сейчас такое достаточно оптимальное место расположения храма. Я бы не назвал это парком, потому что там просто сквер и такой достаточно, ну, не сильно он уж пострадает. Но вот есть уже ядро людей, которые, видно, настроены гонять просто храм. Действительно есть сквер против храма или экологи против православных. Вадим, вы какую позицию занимаете? Как считаете, что стоит, в принципе, за массовыми беспорядками в Екатеринбурге? Я категорически уверен, что, во-первых, соглашусь с оппонентом, что для города сейчас главное это сохранить стабильность и порядок вообще в целом на улицах. Ни в коем случае не допустить раскола в обществе, потому что явно мы видим, что вырванные даже из контекста кадры показывают, что ребенок в возрасте до 5 лет принимает активное участие в этом. Это уже политтехнологии, это уже никакое не имеющееся отношение даже к православию или к противостоянию православных против экологов ни в коем случае. Я твердо уверен, что за спинами этих людей, которые кричат речевки Майдана и говорят, что кто не скачет, тот за храм, стоят те же люди или те же технологии, которые в 2014 году были использованы в Киеве на Майдане. Однозначно это так. И то, что сейчас происходит в городе, оно выходит за рамки просто обычного конфликта. Это уже сфера деятельности наших спецслужб. Категорически в этом уверен и буду поддерживать любое решение в этой плоскости, потому что действительно наше общество пытается расколоть. Не получается в Москве, не получается здесь, в Краснодаре, в Ростове, в Кавказе, слава богу, там все решили взяться за середину Урала. Почему? Потому что наверняка там проработка в этой плоскости. Повторю, наших спецслужб, они чуть-чуть отстают от проработок в наших регионах. Я имею в виду, наши спецслужбы, которые работают здесь, они уже четко понимают грань недозволенного и недозволенного. И при появлении любого признака вот этих вот цветных революций сразу начинают активно воздействовать. Ну, то, что мы видим, это сигнал того, что там эта работа не проводится. Вадим, но с другой стороны, если мы говорим уже, да, обсуждаем не настолько вот углубляясь в проблему, но на поверхности обсуждая те столкновения, которые на сегодня имеем, да, люди, которые за строительство храма и люди, которые за сохранение в данном случае сквера или в принципе зеленых насаждений. Вот, как вы считаете, почему бы не построить храм в другом месте? Вот есть же, в принципе, вариант найти какой-то консенсус. Если скверов не хватает в Екатеринбурге, да, воды не хватает в Екатеринбурге, я имею в виду, прудов, да, большой воды. Никто ведь не против религиозных сооружений. Но представьте, если бы в Крыму условно в Можжевеловой роще предложили бы строить храм. Однозначно, да. С точки зрения верующего человека, каковыми я являюсь, значит, решение о нахождении того или иного места для получения, в смысле, разрешения для получения храма, оно должно решаться с участием духовных лиц. Непременно с участием, как минимум, окормляющих или там даже управления или епархий. Возьмем историю нашей республики. Нигде в Симферополе, в республике Крым, никогда, ни в одном месте не строился храм просто так вот по решению администрации, там, муниципального образования поселкового района или городского. Если есть противодействие, то в этом храме благодати не будет изначально. Если храм начинает строиться на крови, то вы меня простите, это не храм. А вот в этом случае противодействие есть, то уже нет смысла строить там храм? Не то, что нет смысла строить храм. Я так полагаю, что решение о принятии строительства в этом месте было принято без участия духовных лиц. Это тоже еще один минус. Эдуард, да, есть замечания? Да, я абсолютно не согласен с нашим коллегой. Ситуация какая? Конечно, принималось решение вместе с епархией, и епархия активно участвует в этом всем деле. Но там есть абсолютно другая ситуация. Там нет никаких технологий, никаких пятой колонны, еще чего-то. Это абсолютно городская история. Городская история, которая вот стала вот так вот срезонировала. Проблема, которая там есть, это проблема того, что городское сообщество было абсолютно проигнорировано в момент... Ну как проигнорировано? Вот были общественные слушания. Где были вот сторонники? Я вам расскажу, вот так как мы живем в Крыму, у нас есть хороший пример. Это Евпатория, где были общественные слушания по туристическому комплексу Аква Евпатория, который проводил сидящий сейчас Филонов. Он организовал эти общественные слушания идеально, и общественные слушания проголосовали 100% были за. Но при этом Евпаторийцев никто не спросил. То есть это формальность в данном случае, общественные слушания? Там общественные слушания были организованы в электронном виде, и кто их проводил, как их проводил, кто подсчитывал голоса, никто не знает. Поэтому, собственно говоря, у людей есть возмущение, что вот их не послушали, а послушали олигархов, которые стоят за этой историей. Вот даже вот на этой врезке, на короткой, мы видели, конечно, возмутительные кадры с ребенком, которые для меня были абсолютно неприемлемы. Ну, кстати, использовать детей в таких родах акциях это вообще недопустимо. Но, с другой стороны, Эдуард, какое население условно там Евпатории, да, и какое население Екатеринбурга? И сколько людей в Екатеринбурге вышло на эту акцию? Сколько в Екатеринбурге? Миллиона полтора? На это количество жителей полтора миллиона. Да, полтора миллиона. А вышло на акцию сколько? 100-200 человек максимум? Нет, на акцию вышло порядка 2-3 тысяч, но это, конечно, мизерная величина для Екатеринбурга. Тут бесспорно, абсолютно. Более того, я хочу сказать, что сегодня они объявили сбор подписей на сайте Change.org, и за день они собрали всего 40 тысяч подписей, причем там, я думаю, что много голосов было из других регионов. 40 тысяч для Екатеринбурга – это вообще ничего. Ну, сегодня у них вечером тоже запланирована акция, будем следить за этими событиями. Вадим, ну, у меня к вам вопрос. Вот, все-таки представители церкви Екатеринбургской местной, Максим Миняйл, он сказал, что сегодняшнее место они считают оптимальным для строительства храма, и в ходе строительства они планируют благоустроить набережную, при этом учесть все интересы и требования сторонников сквера. Но, с другой стороны, вопрос. Вот в тени деревьев устраивали какие-то пикники, да, какие-то массовые мероприятия, гуляния, даже какие-то там стихийные вечеринки. А как вы представляете, как это будет происходить? То же самое, но вот в пределах религиозного объекта. Можно я все-таки на этот вопрос отвечу? Как очевидец того, что там. Ну, вы знаете, во-первых, храм предлагают поставить с края. И протяженность совому сквера 1050 метров. Храм это 50 метров всего забирает от сквера. И это как раз то самое место, где вход в сквер, где никакой активности никогда не происходит. Активность происходит около театра драмы, это примерно 300-500 метров. Более того, я вот считаю, что сам батюшка, вот он очень грамотный и хорошо общается с людьми. То есть он говорит, ребят, вот тут роллер-парк, там очень много роллеров, там много скейбордистов. Давайте я буду в храме хранить, там сделать специальное помещение. То есть альтернатива какая-то присутствует? Специальное помещение, мы будем в храме хранить ваши доски, и вы будете уверены, что они никуда не пропадут, и все будет хорошо. То есть там идет, есть попытка общения со стороны епархии, но, к сожалению, уже общественное ядро настолько настроено, и отрицательно, что там диалог в принципе невозможен, вот с моей точки зрения. Эдуард, может быть, но вот у нас есть комментарий местного активиста Сергея Колясникова, я знаю, вы с ним знакомы. Известный блогер из Екатеринбурга. Вот узнаем его мнение, узнаем, что происходит и происходило в Екатеринбурге из первых уст. Вопрос, на самом деле, звучит так. Почему изначально в свое время на Майтане, на Украине творились все эти вещи? Вот именно они, на минималках, творятся сейчас в Екатеринбурге. По совершенно объективным причинам, смотрите, по моментам идем. То есть, когда продавалась площадь, теми, я сейчас называю секретарем протестующие, продавалась официально, был аукцион, никто ничего не говорил, не было никаких протестов. Когда городума выбрала проект, тоже не было никаких протестов. Все широко освещалось с ними. И только когда собственный поставил забот и начал приступать к работам, возникли протесты. Отсюда вопрос, а что конкретно хотят те, кто протестуют, и все как бы очевидно. Еще Шкулев Медя, Холдинг, в частности Е1, я сейчас говорю, в единственном, как бы, Батталии, более еще 40-ка, по крупным городам, сделал за 2 суток 29 постов на главный. У них посещаемость от миллионов в сутки, уникальных посетителей. 29 постов. Отдельный раздел на сайте. Борьба за скверк, понимаете? Директор сети Шкулев открыто пишет, а это уже не просто, там, недовольство. Это беспятимый, ну, с вооруженным этим расстоянием. Это что такое вообще? Ну, представляете, если в США директор сети Russia Today организует массовые беспорядки, начнет собирать с помощью реконава людей, которые начнут наставить на ОМОН и так далее. Это, как бы, вне вопроса самого храма. У нас, собственно, башни против храма на воде, хотя бы, там был изумительный совершенно визуальный проект, вот, и так далее. То есть, по-моему, технология мягкой силы, это, грубо говоря, ненасильственная смена власти. Как бы, сама отключение, собственно, она не важна. Ну, условно ненасильственная попытка смены власти, потому что, все-таки, жертвы столкновений уже есть, да, пострадавшие. Вадим, что вы считаете по поводу такой трактовки ситуации? Да, она в некоторой мере схожа с вашей, в то время как Эдуард утверждает, что все-таки здесь нет никакой пятой колонны, никаких там теорий рожевого революции. Знаете, достаточно было одно мгновение посмотреть на эту скачущуюся безумную толпу и с криками, кто не скачет, тот за храмом. Сразу все становится понятно, что тут мы имеем дело с завуалированной технологией Майдана. Однозначно сейчас, вот ребенок, попавший в кадр, это первый, скажет нам, фрагмент. Сейчас будет выставлен полицейский кордон, я, как это говорится, вангуй наперед. Будет выставлен полицейский кордон и будет лицом к лицу сведена две линии противостояния. И начнутся в щиты или в дубинке, или в спецоборудовании вставление цветов со стороны протестантов. Ну, собственно, уже такая картина есть, я попрошу режиссера без звука просто дать бэкам нам видеосопровождение. Я говорю, что есть или нет, я не знаю, но я знаю технологии, которые были в Киеве, которые до этого отрабатывались в Грузии и полировались уже на Украине. Ну, помните, на Майдане на пианино играли, здесь уже на виолончели, поэтому... Только я и хотел сказать, что сейчас появится какой-то музыкальный инструмент, вы прямо с языка... Уже появился, ребенок появился, виолончели, Эдуард, что дальше? Или вы все-таки считаете, что нет здесь ничего подобного? Вот, по словам этого молодого блогера, было явно понятно, что кто-то искусственно раздувает. То есть, это определенная форма протеста, которая сейчас вырастет до вооруженного конфликта. То есть, уже команда дана, крючок уже сорван, сейчас появится оружие, у одной или другой стороны появится с пылевыми, с отверстиями и ранениями, ну, с огнестрельными ранениями, и начнется противостояние, жесткое противостояние. И туда начнется раскачка... Здесь еще упоминалось СМИ, да, которые, по сути, финансируют зарубежную структуру. И весь Урал туда встанет уже, все. А вот это и есть самое, самое, что не наесть, скажем так, негативное. Вадим, ну, смотрите, недаром Екатеринбург называют самым диссидентским городом в России. Это можно об этом поговорить, учитывая, что музей политрепрессий, одно из немногих в России посольств США, обилие оппозиционных СМИ. И, Эдуард, получается, где тонко там рвется, и именно вот в эту болевую точку ударили? Или вы по-прежнему считаете, что просто люди? Да никто не ударял. Но это, понимаете, как бы вот этот блогер, он, к сожалению, обладает очень узким взглядом. Его видел только сайт Е1 в Екатеринбурге. Но там есть, например, 66 рук, которые давали гораздо больше материалов и ввели просто прямой эфир оттуда. Поэтому, ну, это очень субъективная точка зрения, которая, с моей точки зрения, опять же, субъективная, с правдой вообще никакое не имеет отношения. То, что сейчас протест будет политизироваться, это однозначно. Это я вам говорю как политтехнолог. То есть политизироваться процесс будет. И он будет радикализироваться. И он будет маргинализироваться, да. Но, к сожалению, это недоработка власти. И не доработка спецслужб. А как раз недоработка власти совершенно в простом вещи. Ребята, вы не забывайте, что у нас есть законы, есть обязанность общаться с народом. Вот когда власть закрылась, перестала общаться с народом, вот это мы получили. И то, что сейчас те олигархи, которые стоят за этим храмом, за ним стоят УГМК и русская медная компания, это вообще-то самые крупные производители меди в России. Ну, сами понимаете, что владельцы этих компаний, они из Пьюска Форбс. Вот мы видели на видео вот этих молодчиков, которые стояли. Это совершенно была не полиция. Это была охрана РМК, которые били людей. Вы извините, но это нехорошо. Никого нельзя бить в России. Это право на насилие есть только у государства. И у меня вот большая претензия... Наверное, не на насилие, а наоборот, для того, чтобы избежать насилия. Да, монополия на насилие есть только у государства. И вот, к сожалению, у меня большая вообще претензия к власти, что она утратила в Екатеринбурге эту монополию. Я хочу сказать, что, в принципе, губернатор области, он только на утро отреагировал, а вот вечером... А мэр вообще не явился туда. А мэр вообще не явился. И мэр вообще никак не отреагировал. Понимаете, проблема... То есть проблема люди, да? Вадим считает, что проблема все-таки у нас существует в виде вмешательства извне. И я, кстати, вот в большей степени склонен с ним согласиться. Вот в сети пишут, что активисты, которые выступают против строительства храма и в защиту сквера, им высылали в соцсетях подробные методички, как вести себя в принципе, и как реагировать на столкновения, возможно, из полиции. Их уже называют Навальнято, и скандируют они лозунг «Мы здесь власть», который Эдуард вам наверняка известно придумал. Навальный, к чему бы это? Не даром? Ну, понимаете, как бы вот хотелось бы нам это или не хотелось, но активисты штаба Навального, они тоже горожане. И вот да, они там есть. Конечно, они там есть. Это может мне не нравиться, вам не нравиться, там еще кому-то. Но они тоже живут в этом городе, они ходят по этим улицам. У них тоже есть мнение об этом городе. Вадим, то есть, я понял вас. Вадим, то есть, получается, что изначально конфликтная ситуация, она была между слоями общества, которые имели разную точку зрения относительно строительства, не строительства, да, или защиты сквера в данном случае, но потом ее раскачали в какие-то там условно иноагенты? То знаете, что в комплексное слияние всех факторов, на простом элементарном примере, попытаюсь вам объяснить, в Симферополе на улице Гурзуцкой была задача точно так же построить огромный комплекс под названием «Аквапарк». Но, как только собственник начал строительство забора, местное население с БТК все спустилось вниз и начали проводить протестные демонстрации. Приехал Сергей Валерьевич, приехал Агейф, и на месте вопрос отдать решили кардинально. И смотрите, ситуация угасла. Ничего нет. Городская зона отдыха как была, так и осталась. Собственники остались при своем мнении, власти при своем, и тихо, спокойно. Неужели там нельзя было на месте точно так же решить? Можно. Но эту ситуацию в начале самого создания конфликта, а это искусственная задача конфликта, создания конфликта, ситуации, начали проявляться политехнологии, причем уже известные и вам, и вам, и вам, всем, всему миру известные. И вот на этом сыграли. Поэтому еще раз говорю, что действительно в комплексе мер это надо решать совместно. С городской администрацией, с представителями силовиков. И, естественно, теперь уже без представителей прокуратуры не обойтись, потому что если было применение несанкционированное применение физической силы и насилия, то это уже чревато там какими-то последствиями от административных до уголовных. По-другому мы получим опять зону конфликта в самом центре России. Это Урал, который может раздуться выше дальше. Господа, ну... Мы здесь власть, мы здесь власть. Это действительно сепаратистский лозунг, который начинает уже, может начать раскол в нашем обществе. Господа, у меня вопрос, наверное, уже и к вам, Вадим, и к вам, Эдуард, да, вот касательно того, что, я сказал, где тонко там рвется, имею в виду Екатеринбург, и вот те слои общества, особой, так скажем, интеллигенции, которая там проживает, с особыми взглядами. Но если взять, к примеру, наш полуостров, да, возможно ли применение подобного рода технологий, Вадим, если вы говорите о технологиях, или, Эдуард, если вы говорите, в принципе, о столкновении этих слоях общества, возможно ли такая ситуация у нас на полуострове? С кого начнем? Давайте с вас начнем. Я думаю, что земляки наши крымчане уже пропитаны тем опытом, опытом проживания в государстве прежней формации, и мы все видим и пронизаем. Сразу, да, антидот в крови после фразы, кто не скачет? Да, 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 это уже сразу, у меня мурашки прямо в этом самом, поэтому четко сразу, с расстояния 10 километров определяется, что это оно, есть та гидра, которую голову, которую одну отрубили, но другие, в других местах голову вырастают. Поэтому я думаю, что крымчане, независимо от национальности, от любой вероисповедания, они понимают, о чем идет речь. Даже судя по одной минутной врезке, даже секундной врезке, которую вы показали, дети не должны участвовать в решении этих конфликтов. Дети, где родители, которые привели туда? Где лица ответственные, которые вообще позволили себе, ребенку, пятилетнему, принимать участие в конфликте? Как пятилетний ребенок может судить? Кто прав, кто виноват? Значит, наказать родителей, зачем они это делают? Это политтехнология. Это способ, это метод достучаться до души. Помните, когда началось такое массовое засилие эмигрантов в Европу? Показали тело утопленного ребенка, который лежал на пляже. Никто же не задавался вопросом о событиях, о предпосылках вот этого явления. Показали факт. Важно показать, вызвать эмоции. Ай, как это плохо все. Зато теперь мы что имеем? Европа полностью заселена всеми этими эмигрантами. То же самое здесь пытаются сделать. Упаси Господь, упаси Господь, дальше ребенок этот пострадает. И тогда это будет такой прецедент, что весь мир может вздрогнуть. Может, на это и делают расчет некоторые бессердечные люди. Вадим, ну давайте о политтехнологиях спросим у политтехнолога. Возможно ли применение такого рода механизмов? Конечно, возможно. Но надо все-таки смотреть, что любая политтехнология, она применяется, когда есть предпосылки. Подготовленная почва. Да, подготовленная почва. Если политтехнология применяется в вакууме, то она не сработает. Соответственно, что вот здесь очень опасно, и что бы я из слов нашей коллеги как раз взял бы, вот именно прикрытие неспособности власти разговаривать с людьми, разговаривать с горожанами, прикрываясь лозунгами о том, что тут кругом пятая колонна, она вот приводит к этому. Вот мы сейчас это хорошо видим. И вот как раз вот там у той же оппозиционного общества, там Крыма, которое есть, да, оппозиционеры, у них там много есть претензий к господину Аксенову. Но извините, господин Аксенов садится в машину и едет и разговаривает с людьми. Находит общий язык. Это очень важно для людей. Люди должны иметь канал связи с властью. Господа, мы будем надеяться на то, что взаимодействие это будет продолжаться, а крымская наша почва всегда будет стабильна. Благодарю вас за беседу, зрители за внимание. Увидимся с вами завтра в прямом эфире программы «Вечерлайф». Спасибо вам, что вы не сможете выразить свое мнение по поводу этой ситуации. Господа, увидимся с вами завтра в программе «Вечерлайф» и обсудим то, что обсудим. Субтитры сделал DimaTorzok